Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. Смотрите сегодня в выпуске. Правоохранительные органы и полиция, и органы ФСБ также имеют возможность использовать данный сегмент для решения своих задач. В Десногорске всё спокойно. Видеонаблюдение города заработало в штатном режиме. Можно с уверенностью сказать, что предприятие будет производить очень качественную, на мировом уровне барьерную плёнку для пищевых производств. На полимерном заводе запущен новый цех по производству пищевой плёнки. Пожар, огонь, взлетает пламя, дым застилает всё вокруг. Юные десногорцы приняли участие в фестивале по противопожарной безопасности. Было интересно. Нам рассказывали, что нужно учтить память, что были неизвестные солдаты, хоть их имя неизвестно, но всё равно их помнят. Школьникам рассказали о мужестве героев. А теперь об этих и других событиях подробнее. Десногорск принял участие в проекте «Безопасный город». При поддержке Смоленской атомной станции и Фонда ассоциации территорий расположения АЭС здесь начала внедряться система видеонаблюдения. Под её око попадут все общественные места массового пребывания граждан. Часть видеокамер была установлена ещё летом. И вот, наконец, система запущена и работает в штатном режиме. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – один из элементов проекта «Умный город». Это система, которая собирает воедино различные средства автоматизации. Все они призваны обеспечить сохранность инфраструктурных объектов, соблюдение правил дорожного движения, однако в первую очередь направлены на безопасность десногорцев и охрану общественного порядка, а также профилактику правонарушений. Комплекс внедряется госкорпорацией «Росатом» на территориях своего присутствия. Грант на реализацию программы, а это более трёх миллионов рублей, выделил концерн «Росэнергоатом». Проект стал победителем конкурса социально значимых инициатив фонда АТР. Над созданием системы видеонаблюдения работали специалисты службы благоустройства и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Свою поддержку оказало и руководство города. Десять современных IP-камер объединены облачной системой на базе стандартного масштабируемого сервиса. Он предоставлен одной из ведущих российских телекоммуникационных компаний. На видео фиксируется всё, что происходит на центральной площади, городском пляже и пешеходной аллее возле храма Стефана Великопермского. Наблюдение ведётся круглосуточно в режиме реального времени. Вся информация отображается на мониторах единой дежурной диспетчерской службы управления по делам ГОИЧС. Здесь проведён ремонт, а рабочие места оборудованы современной техникой. В том, что проект работает, своими глазами убедились городские власти, представители городообразующего предприятия и гости из области. В стекле, конечно, создать единую сеть, и чтобы это всё дело управлялось в зону рабочего места оператора ГОИЧС. Сейчас данная система передаётся непосредственно в одни руки, то есть ГОИЧС, там же она будет находиться и отслуживаться. Уже на постоянной основе, начиная с 1 января 19 года. Эти нововведения, безусловно, облегчат работу всех экстренных служб и ускорят реагирование на внештатные ситуации. Однако система «Безопасный город» многокомпонентная, и пока смонтировано только её ядро. В ближайшем будущем к ней будет подключен ещё ряд подсистем. Система 112, лабораторного контроля, служба оповещения, система мониторинга, в том числе и экологического аналитики и программирования. До тех пор программа базируется исключительно на платформе ЕДДС. Для хранения информации с видеокамер выделен сервер, архив доступен в течение 30 дней. Места массового пребывания граждан были определены решением антитеррористической комиссии Смоленской области. И для повышения безопасности этих мест, соответственно, были выбраны площадки и оборудованы системами видеонаблюдения. Правоохранительные органы и полиция, и органы ФСБ также имеют возможность использовать данный сегмент для решения своих задач. Это только фундамент – платформа для создания интегрированного полноценного безопасного контура в городе Атомщиков. Программа будет расширяться с каждым годом. Будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Например, уже точно известно, что отслеживание посредством телекоммуникаций будет установлено на Кургане Славы, на месте будущего музея под открытым небом. Что еще окажется под бдительным оком безопасного города, покажет только время. А пока десногорцам придется привыкать вести себя сдержанно и корректно. Соблюдая все общественные нормы правопорядка. Светлана Разганова, Виталий Степанов, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ Несмотря на множество экономических проблем в стране, российская промышленность постепенно выходит на подъем. Это своим примером доказал Десногорский полимерный завод. 29 ноября состоялось торжественное открытие нового цеха по производству пищевых пленок. События посетили эксперты нефтехимической отрасли и иностранные гости. Какую оценку они дали предприятию, узнаете из нашего сюжета. Дополнительная производственная линия приобретена при финансовой поддержке Фонда развития промышленности. Он предоставил льготный заем в размере 150 миллионов рублей. Стоимость же всего проекта обошлась компанией в 366 миллионов. Идею переоснастить завод поддержал Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России. Этому во многом поспособствовало участие Десногорского полимерного завода в Союзе переработчиков пластмасс. Руководство Союза считает верным решение завода перейти на импортные сырьевые материалы. Полимерная компания уже практически сменила поставщиков. Применяется сырье компании «Эксонмобил». То есть практически ТПЗ, Десногорский полимерный завод, отказался, ну не полностью, но во многом отказался от использования российского сырья. Поэтому можно с уверенностью сказать, что предприятие будет производить очень качественную, на мировом уровне барьерную пленку для пищевых производств. Новая установка производит высокобарьерные экструзионные пленки. Они используются в пищевой промышленности для упаковки скоропортящихся продуктов питания. Ее основные потребители – компании по производству мясных и рыбных продуктов. За час работы оборудование способно произвести тонну изделий. Восьми часов достаточно, чтобы снабдить упаковкой заказчиков Смоленского региона на целый месяц. Однако продукция Десногорского полимерного завода поставляется не только по области, но и по всей России. Высокая производительность и широкая география поставок – далеко не все, что отличает компанию от конкурентов. Мы имеем огромный многолетний опыт переработки барьерных материалов, таких как саполимер винилового спирта и этилена и полиамида. И этот огромный опыт позволяет нам делать высококлассные качественные пленки. Поставщиком установки стала немецкая компания Windmüller & Hülsche – мировой лидер по производству оборудования для изготовления гибкой упаковки. Ее продукция на российский рынок экспортируется с 1950 года. Официальный представитель компании прибыл на открытие нового цеха, чтобы дать свою оценку того, как используется их оборудование. Я должен сказать, что я просто очень впечатлен профессиональностью этого предприятия. Так что здесь чувствуется, что люди прекрасно знают, чем они занимаются. Мы довольно часто находимся в разных заводах по всему миру. Я должен сказать, что этот завод находится на высшем уровне по сравнению с другими заводами. Во время своего визита иностранные эксперты отметили не только профессиональные качества персонала, но и состояние материально-технической базы. Здесь все организовано на отлично. Продольная машина для сварки полимерных пленок, сама линия, сырье и система хранения. Так что уровень очень высокий. Это производство идёт вровень с аналогичными заводами Западной Европы. Это очень хорошо. Увеличение производственных мощностей открывает перед Десногорским полимерным заводом новые перспективы и горизонты, а также вносит весомый вклад в экономику региона. Марина Якубишина, Виталий Степанов, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ. «Юные таланты за безопасность» в Десногорске состоялся межмуниципальный этап областного фестиваля детско-юношеского творчества по противопожарной тематике. Кто из ребят выступит в областном этапе, выясняла наша съёмочная группа. Более 10 творческих коллективов и исполнителей со всех школ продемонстрировали свои таланты в четырёх номинациях – вокальное и хореографическое искусство, художественное чтение и театральное искусство. Все номера были посвящены борьбе с огнём и работе пожарных. Оценивали выступления сотрудники пожарной охраны, МЧС и администрации. Главными критериями отбора на конкурсе стали оригинальность выступлений, артистичность исполнения и соответствие тематики. Мы проезжаем по Рословскому району и городу Десногорск, собираем самых талантливых и лучших детей, пропагандирующих пожарную безопасность. Эти мероприятия проводятся с целью не только пропаганды пожарной безопасности, но и пропаганды профессии пожарной как таковой. В конце мероприятия все участники получили грамоты и ценные призы в номинации «Художественное чтение». Победителем стала Эми Куртенкова, а команда школы номер один заняла первое место в номинации «Театральное искусство». Лучшим вокальным ансамблем признан коллектив «Веснянка». Сложности никакой не было. Главное, знаете, хорошо репетировать, учить все, чтобы выступить хорошо. У нас были сложные репетиции. Мы каждый день репетировали свой номер. Когда мы сюда пришли, я не думаю, что мы сможем занять первое место. Когда мы выступали, мне было немного сложно. Но все мы собрались и выступили хорошо. Областной этап соревнований состоится 12 декабря. Организаторами мероприятия выступят Всероссийское добровольное пожарное общество, Департамент по образованию, науке и молодежной политике, а также МЧС. В Центре культуры и молодежной политики прошел очередной урок мужества для школьников. С какой целью они проводятся для молодого поколения, расскажем прямо сейчас. Встреча состоялась 3 декабря. Она была приурочена ко дню памяти неизвестного солдата. Ребятам рассказали историю возникновения этого праздника, познакомили с подвигами военнослужащих в годы войны. Методист Оксана Шейфель рассказала, что необходимо уважать ветеранов и помнить о павших героях. А после беседы детям показали документальный фильм. Было интересно. Нам рассказывали, что нужно очистить память. То, что были неизвестные солдаты. Хоть их имя неизвестно, но все равно их помнят. Я узнала то, что очень много солдатов, конечно, и очень жалко то, что мы не знаем, как их зовут. Они отдали свою жизнь именно за нас, чтобы мы жили в России. Я запомнила то, что они помогли нашей стране победить немцев. Если бы не они, мы бы сейчас не жили бы. Нас не было бы просто. Они за нас отдали свою жизнь. В школах и других общественных организациях Десногорска серьезно относятся к гражданско-патриотическому воспитанию. Его главная задача – научить детей с уважением относиться к истории своей страны и проявлять верность Родине. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ И коротко о погоде. 7 декабря будет небольшой снег. Днем минус 3, ночью минус 8. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин